коллеги приветствую вас с вами максим амилинчук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю посмотреть вам фрагмент вебинара успешная работа риэлтора в социальных сетях на этом вебинаре рассказал о новых направлениях для эффективной работы в социальных сетях в 2018 году полную версию вебинара скачайте в описании к этому видео приятного вам просмотра речь о таргетированной рекламе несколько человек я видел написали что они пользуются таргетированной рекламы я сейчас просто расскажу и покажу что это такое ну что это один из самых сильных инструментов таргет это цель поэтому я нарисовал снайпера да то есть это нацеленность на определенную группу клиентов я вот открываю свою страничку это моя персональная страничка вконтакте да и я вижу что с левой стороны но это необязательно именно реклама вконтакте сюда и яндекса залазит да значит я вижу три объявления и вот сколько я смотрел за последний месяц я только один или два раза видел неправильно настрой на рекламу то есть очень четко на меня нацеливают объявление а кто в данном случае на меня нацелил на меня нацелил объявление бизнес-форум в красноярске скорее всего они выбрали теловую аудиторию и показывают им объявление возможно я был на этом сайте они мне тоже показывают дальше аму-серем ну у меня у нас один из проектов проекте риалтер на миллион у нас база ведется в аму-серем поэтому они мне что-то предлагают сделать там что то есть они втягивают меня да ну и наконец емейл рассылки это сэнд пульс я тоже там зарегистрирован но пользуюсь очень редко то есть у нас основной на гет-респонсе а вот этот сэнд пульсе у нас я использую для пуш уведомления если кто знает что такое да и плюс sms рассылки плюс какие-то вот акции отдельные то есть мало используют они пытаются меня втянуть в диалог то есть в принципе вся реклама в этой части она очень морщи целевая да то есть я попал в эту аудиторию я понимаю почему случайного нет дальше вот так выглядит объявление которое идет в ленте да то есть вот этот последний вебинар ну честно говоря фотография не очень хорошая она качество я где-то нашел первокупавшуюся закинул ее в ленту другими словами вы своей ленте вот как обычное объявление вы прокручиваете ленту и вам в ленте попадаются объявления причем вот самый главный момент вы можете показывать свои объявления свои группы свои страницы людям которые в ней не состоят то есть не обязательно набирать себе группу там 100 тысяч человек чтобы и увидели у нас мы даже тестировали так у нас группа была там вообще никого не было но мы давали рекламные объявления да мы начали с рекламных объявлений в группе нет ни одного человека ну как двое то есть администратора еще один человек но там идет реклама да и мы залезли во все группы везде по краям это вот такой момент это как обычный текст отвечает это только маленькая надпись рекламная запись маленькая надпись которую не все даже сразу могут внимание обратить еще один очень интересный момент вот если вы внимательно посмотрите вот эту часть центральную вот 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 я пытаюсь обвести прошу прощения за чертами чай на зачеркнул как убрать я не знаю сейчас попробую стереть давайте чтобы совсем не испортал все зависит от вашей аудитории я не знаю кому хотите показать рекламу вот я не знаю кто ваша аудитория вы занимаетесь арендой продажей дорогих средних я не знаю вашу аудиторию я не знаю поэтому не знаю кому показывать я свою аудиторию знаю я сейчас расскажу кому можно показать не самая интересная фишка это то что вы можете показать вот еще раз паузу все сейчас мысли освободите разум а значит пока пока реклама это может быть показано на стенах сообществ то есть она не просто в ленте у человека а представляете себе вы заходите в свою группу ну там клиент заходит в вашу группу и видит там рекламу другой фирмы интересная идея да я один раз не ожидал вот я первый раз когда это увидел я не понял ну слушайте я зашел в группу а почему там что там делает их прямой конкурент вот это как раз про вот такую рекламу то есть есть галочка показывать на стенах сообществ и если клиенты есть если вы выбираете определенное сообщество то вы нацеливаете рекламу на определенную аудиторию и вы можете показать то есть вы можете перетягивать клиентов вы можете привлекать клиентов это дает огромное пространство огромный маневр для работы просто огромный маневр для работы теперь какие есть варианты применения то есть если у нас есть у нас есть телефоны ну я не знаю запись идет я не будет она или не будет так что спрашивает если запись по крайней мере она работает включена Значит, есть клиенты, телефоны, e-mail, и можете их выгрузить, да, и показывать своим клиентам. Второй метод – это посетители вашего сайта. Ставится код, и вы показываете всем, кто зашел на ваш сайт, рекламу в социальных сетях. Дальше – это конкуренты. Вы знаете, кто ваш конкурент, и показываете их клиентам, да. Дальше – это вовлеченные, это люди, которые там читают, смотрят ваши посты, публикации. В следующем блоке я об этом расскажу. То есть люди, которые себя каким-то образом проявляют, что они вовлеклись интересом. Они поставили лайк, они прочитали записи, они просмотрели видео, то есть каким-то образом они что-то сделали. Дальше – интерес к какой-то теме. Естественно, контакты видят, фейсбук видят, одноклассники видят, какими темами человек интересуется. Если он интересуется дорогой недвижимостью, если он посмотрит там замки, дворцы и что-то еще, 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 то он может попасть в категорию «элитная недвижимость», и, соответственно, вы можете ему показать определенную рекламу. Насчет достоверности здесь есть некоторые сомнения, что есть люди, которые просто любопытные, но в социальной сети у них есть косвенные признаки определения, сколько у человека есть денег. Они видят, как он часто передвигается, где он находится. То есть понятно, что если человек находится в маленьком-маленьком городочке, где-то в центре России, и никогда его не покидает, то, конечно, малая вероятность, что это какой-то очень известный бизнесмен. Но если человек колесит по Европе, по миру, останавливается в дорогих отелях, а это же определяется легко с помощью геолокации, он ставит чек-ин, отмечается, где он находится, он покупает какие-то вещи, он привязал карту для рекламного кабинета, он что-то переходит и что-то оплачивает. Оплачивает. Это все Facebook видит. И он может создать портрет и потом нам, грубо говоря, этот портрет продать. Вот нацель на эту аудиторию рекламу, я тебе, это хорошие люди. Дальше, это может быть должности. Соответственно, если вы интересуетесь директорами или вы интересуетесь какой-то темой, многие люди указывают в профиле свою должность. То есть он там менеджер, торговый представитель, риэлтор, агентство недвижимости, специалист и так далее. Ну, либо локация. Если вам интересна какая-то территория, то вы можете настроить рекламу только на жителей этой территории. Ну, и плюс огромное количество вот этих комбинаций. Клиенты, которые проявляют интерес, клиенты, которые живут на определенной территории, конкуренты, которые на определенной локации, либо интерес. Ну, вот дальше уже это такое большое поле для деятельности, что в социальной сети здесь можно или слить очень много денег, да, если вот с дуру человек начинает рекламу, да, он там, я не знаю, сколько там, речь идет о сотнях тысяч в день, можно потратить и даже не заметить, да, если вот ставишь объявление. Или второй момент, можно очень точечно, очень локально настраивать рекламу и получать людей за смешные, ну, прям смешные деньги. Я просто ради смеха несколько объявлений взял и вам покажу, когда там за 50 копеек переход целевой аудитории на ваш сайт. Дальше, возможности. Естественно, появляется некая круглосуточная рассылка. Скорее всего, вот кто обратил внимание, что объявления мои выкидились где-то, скорее всего, чаще в Фейсбуке или ВКонтакте. Вот где-то в какой-то сети, возможно, вы где-то что-то видели. Возможно, вы и в группе не состояли, да, возможно, в группе-то нашей не состоите, но почему-то вдруг я решил вам что-то показать, да, и вот я мелькаю перед глазами раз, два, три, четыре, пять. Да, ВКонтакте. Ну, там немножко, да, с Фейсбука там есть, у меня небольшая накладка, там есть специфика своя, да, объявление, там немножко на другую аудиторию я рассчитываю. Потому что тренинг сейчас идет по ВКонтакте, по социальным сетям, мы проводим тренинг, поэтому аудитория ВКонтакте больше и быстро растет, и есть своя специфика. По некоторым программам мы больше рекламируем из Фейсбука. Значит, стоимость перехода на сайт. Вот я взял, ну, такой стандартный вариант, при котором от рубль 94 до 3.84 – это переход. Вот я думаю, что если вы правильно выбрали аудиторию, если вы выбрали аудиторию, которая вам интересна, которая проживает в том-то или том-то районе, которая была на вашем сайте, или у которой вы брали телефоны, или что, то я думаю, что 3 рубля – это смешная стоимость. Причем она не очень сильно зависит от того, какой город. Потому что если вы четко выбрали аудиторию, то на эту аудиторию, естественно, будет конкуренция. Ну, Москва может быть чуть-чуть подороже, но мы настраивали с несколькими компаниями в Москве рекламу. Я показывал статистику, и вот на тренинге проводил и в Сенчери, там немножко другая была тема, я показывал стоимость рекламы. Мы тесты выбирали район и настраивали на жителей определенных домов рекламу. Получались смешные деньги, там, несколько рублей за переход человека. То есть, ну, вообще смешная сумма. Особенно если сравнить с комиссионными, которые там можно получить. Ну, понятно, 2-3 рубля. Дальше. Вконтакте очень живая аудитория. Вот я смотрю, вот мы посмотрели. Вот из... Ну, это срез я взял, просто готовился к мероприятию. 17 человек зашло на сайт, 12 оставили заявку. Вот 70% была конверсия. То есть 17 посетителей, 12 заявок. Вообще хороший результат. Вот такой просто я в сравнении с Facebook, да, там 8.1 было соглашение. Ну, в какой-то момент просто показал. Дальше по кликам. Забавная статистика. Конечно, это исключение. Конечно, это вот... Ну, так бывает редко, конечно. Конечно. Ну, вот 4 перехода, 0.75. Иногда бывает, что есть переходы. Вот здесь есть 5 переходов, потрачено 0 рублей, да, потому что еще деньги не успели списать, да. А вот там... Ну, просто когда аудитория 100-200 человек, вы знаете, кому показывать, да. Вы затачиваете объявление так, что этот человек видит. Нет. Почему? Это на недвижимость. Мы говорим о недвижимости. И о семинарах разные, абсолютно разные аудитории. Все зависит от того, как вы... Насколько целевая аудитория. Понятно, если человек был на вашем сайте, то вы можете его догнать дальше уже. Причем не обязательно на сайте, если он смотрел определенные объявления ваши, вы можете его догнать и сделать ему дополнительное предложение. Разные абсолютно. Ну, оно получается... Ну, я сразу скажу, что это забавное, да, потому что сказать, что да, вы за 70 копеек будете получать покупателей, это, естественно, не серьезно. Ну, опять же, у меня на всех сайтах установлены коды, на всех сайтах стоят счетчики, поэтому я могу людей, которые посещали наши сайты, потом легко догонять. Я собираю их e-mail, я собираю их телефоны, соответственно, мы пользуемся сервисом парсингом, да, мы можем скачать контакты людей. И, соответственно, то есть у меня очень точечно, я показываю целевой аудитории конкретное четкое объявление, да, поэтому... Поэтому во многих случаях бывает высокая конверсия. К сожалению, к сожалению, бывает и провальная, да, когда потратили там пару тысяч рублей, а реально там заявок, кот наплакал, да, такое тоже бывает. Но, как бы, здесь надо тестировать, где-то наша версия, то есть из 10 вариантов 1, 2 всегда проваливаются, да, но бывает и такое, что вариант выстреливает, который перекрывает вообще очень много. Да, поэтому, если вы планируете, если все-таки есть возможность, я все-таки рекомендовал бы посетить, ну, просто из тех городов, на которых можно там на автомобиле или на поезде доехать, там, 300-500 километров, то это не то расстояние, которое, тем более тренинг начинается в 11 часов. Если там или на самолете, я знаю, Победа летает, там, за тысячи рублей смешная цена из многих городов, да, то ты рекомендовал бы посетить это мероприятие. Значит, еще раз, мы сейчас перейдем, да, к социальному ретаргетингу, еще одна очень важная тема, просто новые люди подключились и часть кто-то мог пропустить. Да, и кроме этого, после, в начале декабря у нас состоится мастер-группа, я вот еще раз ссылку сброшу, запишитесь, потому что всем, кто записался, будет самое горячее предложение. Первое, потому что часть участников уже там, скорее всего, будет, они уже заняли места, потому что часть участников будет это те, кто посетил тур в Сочи, я еще вас сброшу ссылку, если вы выстраиваете партнерский канал в Сочи. То есть, у нас есть какая идея, буквально два слова расскажу, мы перейдем к следующему блоку. То есть, мы заинтересованы в том, чтобы выстраивались партнерские каналы между Сочи и риелторами России, между сочинской компанией, городской риелторский центр. И мы столкнемся и столкнулись с тем, что у людей есть желание работать, они хотят приехать, они хотят посмотреть, но встанет вопрос в чем, где искать клиентов. И вот задача моя, подтянуть этих людей, которые заинтересованы в сотрудничестве к нам на тренинге, они будут проходить большинство тренингов бесплатно, если они выстраивали отношения, если они поставляют клиентов, если выстраиваются отношения. Интересное очень предложение, поэтому часть людей сможет принять участие в тренинге абсолютно бесплатно, потому что они будут партнером. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара «Успешная работа в социальных сетях». Если вы хотите внедрить все инструменты на практике, приглашаю вас в мастер-группу, которая называется «Поток клиентов из ВКонтакте от А до Я». Основная цель группы – отработка эффективных инструментов на практике, создание воронки продаж и систем привлечения клиентов. И самое главное, что первых клиентов вы получите уже во время занятий в мастер-группе. Для кого? Это мастер-группа для риэлторов, если вы работаете самостоятельно либо в компании. Возможно, вы специалист, маркетолог и специалист по рекламе в агентстве недвижимости. Я думаю, что вам тоже будет это полезно. Либо вы руководитель компании и хотите задействовать социальную сеть как одним из основных источников привлечения клиентов. В чем главное отличие этой программы? Программа заточена именно под недвижимость, именно под продажу квартир, покупку, аренду. То есть мы смотрим все технологии, которые помогут вам увеличить продажи. Основное преимущество группы – это то, что минимум теории, максимум практики. Занятия проходят с обратной связью. И в течение всего времени вы можете потом пересмотреть видео, если что-то непонятно, забыли что-то еще. То есть в любое время посмотреть. Итак, все, что из себя представляет программа. Мы разрабатываем, как прокачать профиль, разрабатываем структуру вашего продающего профиля, чтобы к вам обращались клиенты. Придумываем лид-магнит, чтобы к вам вы показывали свою экспертность и получали заявки. Создаем продающую группу, делаем социальную рассылку, поддерживаем себя с клиентами. Используем продающие публикации и видеотрансляции. Это самые эффективные каналы коммуникации с клиентами. Это все усиливаем таргетированной рекламой и автоматизируем все наши действия, чтобы не сидеть сутками возле компьютера. Дополнительные занятия – это рекрутинг и секретные фишки. Будут два дополнительных занятия, на которых поделимся самыми такими продвинутыми технологиями. Есть три пакета участия – базовый, продвинутый и корпоративный. Базовый, в принципе, все самое необходимое есть с ним. Продвинутый – это уже, если вы хотите стать настоящим профессионалом, асом при лечении клиентов из социальных сетей. И корпоративный – это предназначено для крупных компаний, где мы помогаем внедрять эту технологию, настраивать, допиливать, докручивать. Все условия участия находятся на этой страничке. Под этим видео находится ссылка. Переходите и присоединяйтесь к нашей мастер-группе. С вами был Максим Амбельничук. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!